здрасте и мы продолжаем наше антропологическое путешествие по индонезии индокитаю и всему этому региону и добрались наконец-то до человекообразных обезьян то есть присказка таки уже почти закончилась как можете догадаться человекообразные обезьяны возникли невазе на эту тему было много кстати говоря рассуждений потому что история палеонтропологии оказалось таковой что первых человекообразных нашли в европе дриапитеков и долгое время считали что собственно там они возникли ну где-то во франции и германии ну понятно что немцы и считали что если у них какой там дриапитек найден то я слышу в германии люди возникли вот и забезьян прямо до французы у себя нашли ну и понятно что франция возник но но чуть погодя нашли в индии всеволитие человекообразных обезьян симопитеков всяких там аромопитеков и появилась концепция азиатской природины человека в учебниках антропологии до сих пор она дублируется уже примерно лет так 20-30 понятно что эта фигня потому что материалов тоже накопилось более чем но по инерции как бы такая дань истории каждый раз пишется там голове лавочка такая маленькая азиатская концепция но сейчас уже всем понятно что человекообразные возникли в африке потому что там есть просто их прямые предки есть пресловутый саданиус жившие 29 миллионов лет назад но он саудовской аравии найден но саудовская аравия была частью африки поэтому это очень то же самое но вот и последующие всякие там проконсуловые то есть проконсулы как таковые всякие там нянзопитеки дендропитеки афропитеки которые из азии смысле из африки в азию не выходили а сидели в африке там эволюционировали в это время ну то есть от 29 до 15 примерно миллионов лет назад в азии человекообразных это и не было и их заменяли всякие там плеопитековые но про которых все там когда-то давно говорилось а потом человекообразные до азии добрались тут правда у нас есть некая провал знаниях такой обидный поскольку шли то они неизбежно через южную азию то есть из выхода из африки вот на близний восток там на территорию и ирака какого-нибудь до нынешнего и дальше через территорию ирана афганистана пакистана вот этот весь огромный интервал он у нас просто белое пятно по той банальной причине что там никто не копал ну потому что попробуйте где-нибудь в афганистане поискать окаменелости успехов но пока не нашли хотя они там по-любому где-то были климат было теплее и даже там где сейчас пустыни и какие-то там довольно прохладные места там бывают всякие горы но опера гор не было и потому что индия на еще только-только до пола до азии там гималайя прям такие гигантские это не поднялись были тропические леса вот ну в индии у нас все-таки немножко знания имеется как раз на границе индии пакистана ну и там отдельные области там в том государстве другом расположены в всеволитских холмах есть ископаемые останки так что там да мы знаем что какие-то предки человекообразных мы уже даже вернее не предки сами человекообразные существовали и причем там их много этих находок но довольно поздних ранних как-то вот не хватает нам жизни и пришли они туда уже в готовом состоянии ну а дальше уже в самой азии дали разнообразие и тут на этом месте стоит говорится что понятие этом примитивности и прогрессивности вещи весьма относительно и часто звучит и постулируется что дескать среди человекообразных современности самые примитивные это гиббоны ну и поэтому вот рассмотрение человекообразных всегда с них и начинается потому что из нынешних человекообразных гиббоны максимально от нас удалены это научный факт то есть нам самые близкие родственники это шимпанзе обыкновенные бонобо карликовые потом гориллы потом орангутаны а потом собственно гиббоны ну а на этом все человекообразные современно в общем-то и кончаются но гиббоны хотя по отдельным своим чертам действительно похоже на древних человекообразных но это по отдельным чертам отдельную черту можно у кого угодно какую угодно найти а вот по совокупности особенностей они оказываются самые высокоспециализированные среди современных человекообразных обезьян и более того чисто хронологически они оказываются одни из самых поздних человекообразных обезьян то есть каких-то запредельно древних гиббонов в общем-то и неизвестно если честно то есть так или иначе конечно там что-то находится вот но не богато большей частью и вот эти самые ископаемые гиббоны они большей частью укладываются от уже прям совсем современность есть несколько потенциальных кандидатов допустим плеобатис из испании с древностью по 12 миллионов лет но во-первых он не стопроцентный гиббон ну а то во-вторых он в испании то есть дозит там далеко вот там копе предполагался как предок гиббона но он вроде как оказался там своим вообще своей отдельной линии гиббоном скорее всего не относящимся ну потом есть тут прямо совсем-совсем гиббоны да а предки как тот неуловимые но и там предполагались там и дендропитеки и там кришна питеки и там бог знает то еще но в последнее самое время конкретного 2022 году на роль такого предкового гиббона нарисовался и он му петек у которого древность от 9 до 7 миллионов лет несколько мест нахождения это как бы не ошибка датировки а это вот по разным местам где-то там 2 миллиона лет и это не такая прям большая древности самые 9 миллионов лет 7 миллионов лет это когда мы уже начали слезать с деревьев а гиббоны начали активно осваивать деревья ну то есть они уже были древесными самого начала но первые человекообразные были сугубо четвероногими вот как современная макака какая-нибудь да с опорой на ладошке без всякого там подвешивания на ветках на ручках там ну такая простейшая версия мы кстати эту морфологию значительной степени сохранили а гиббоны на к наоборот развили до крайней степени и поэтому как я уже сказал с одной стороны они от нас максимально далеки а с другой стороны они самые продвинутые и мы спускались на землю они залезали все выше и выше и становились все бодрее и бодрее есть вообще вопрос зачем им это было надо честно говоря потому что каких-то там супер мега хищников в азии как-то не прослеживается древесных ну и не тогда не сейчас но есть какие там леопарды понятно да но леопард не может достать гиббона с этой верхушки дерева но на гиббонов крайне редко вообще кто-то покушается потому что ну он довольно большой все-таки для какой-то птицы хищной и слишком быстрый для любого хищника ну там крупнокалиберного да если там корень цвета но она на гиббоны не полезет ну вот так что как вопрос но вот тем не менее 9 миллионов лет назад и он ему у питайки освоили вот эти самые деревья правда от ион у петеков до сих пор нету опять же скелета и какие там были ручки-ножки если честно мы не особо знаем но зубки у них оказались гиббоновыми тут как всегда история науки сыграла свою роль туша исходные версии он мой петеки были описаны китайским исследователем на китайском языке и издано это было каким-то там не шибко большим тиражом в городе пекине поэтому просто добыть эту самую книжечку с описанием ионного петека было сверх задачей и в научных публикациях он как бы упоминался все время но скорее в качестве названия даже воспроизведение картинок этих зубов не было и как бы все знали что где-то в китае найдены зубы какого-то там иону петека кто он такой чё это такое фиг поймешь потому что зубы в оригинале никто не видал кроме этого китайца издана на китайском да поди прочитай как бы но вот это некоторая сложность но китайцы на на были счастливы и довольны но это китайцы ну хотя их там полнаселения планета но тем не менее а вот 2022 году произошел можно сказать такой микро прорыв потому что но часть собственно и китайских тоже антропологов а часть уже не китайских все то же самое опубликовала на новом уровне знание что приятное на английском языке но английский уже более знакомый большинство народа и теперь можно понять что это за зверек ну тем более ионного петеков описали еще и новые находки ну там в основном это зубы 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 ну плюс там кусок челюсти есть верхней что тоже здорово и оказалось что это да практически гиббон девять миллионов лет назад а чуток попозже два миллиона лет назад и так далее это уже такие прям совсем гиббоны которые даже относятся к современным родам или под родам ну собственно там главный род гиробатис ну иногда из него там выделяются отдельные роды там на маску сбо на 5 вкус но ум это иногда выделяется надо и не выделяются это очень такое дело ну и собственно не были обнаружены найдены эти остатки но это 2 миллиона лет и меньше еще только 2 миллиона лет на самый конец плеоцена начала плестоцена и это уже время когда мы орудия стали использовать по полной программе то есть тут как бы вообще а древнейшие остатки посткраниальные на этом виде бедренные кости это находка в тренили с древностью 800 тысяч лет назад а трениль это место где нашли пятикантропа который уже там уже полноценный человек мозгов там у него килограмм да и чуть поменьше даже но тем не менее человек даже в тренили первое искусство есть но до этого мы еще доберемся потом и получается что с одной стороны гиббоны вроде максимально от нас далеки и поэтому мы считаем их примитивными ну потому что мы само собой вершины эволюции самые крутые а с другой стороны это они самые специализированные у нас довольно таки примитивная кисть у нас довольно примитивная челюсть и пропорции общем так себе то есть мы в значительной степени похоже еще одну про консулов которые жили там 18 миллионов лет назад а у гиббонов все это поменялось радикальнейшим образом причем самые последние времена за последние буквально два миллиона лет в частности у них чрезвычайно поменялась кисть превратившись своеобразный крючок до захвата веток при этом чудесным образом большой палец них не исчез многих сети обезьян которые вот так вот хватаются за ветки пальчиками большой палец исчезает у широконосых паукообразных обезьян у некоторых тонкотелых обезьян у колобусов особенно у африканских там пальца большого нет вообще на костной основе есть она живой нет вот и азиатских тоже он сокращается резко а у гиббонов не сокращается потому что гиббоны кроме прочего они же и человекообразная еще и ручками могут брать предметы брать фрукты фрукты они тоже едят поняла с удовольствием и собственно вот на ними пользуются ну а собственно такая вот ручка мега специализированная с очень очень длинными пальцами которые вот если так загнуть они там чуть не до локтя достают прошли предплечье очень большое плечо не маленькая а при этом ножки очень коротенькие ручки невероятно длинные там в два раза больше чем ножки все это приводит к тому что на четвереньках такая обезьянка уже ходить не может человек может на удивление другие человекообразные как-то там приспособились и орангутаны и гориллы и шимпанзе вот ковыряют на согнутых пальцах они стараются каждый дерево вообще по множеству спускаться ну гориллы конечно слишком тяжелый чтобы обратно залезать на тем не менее и могут вот все-таки ковылять на этих костяшках пальцев а гиббоны уже не могут потому что слишком тонкая кисть слишком такая изящная уже вот этот крючкообразная поэтому по земле когда им все-таки приходится там от дерева до дерева добраться они идут на двух ногах держа лапки вот так вот согнутыми по бокам скрюченными очень так своеобразная причем у них туловище длинная ножки коротенькие на пол согнутых но при этом очень быстро и так шустренько они так бегают ну а как только в пределах досягаемости ну там где-то метр полтора да у них там рука длиной ну вот они достают до какой-нибудь ветки так тут же взмывают ввысь и уже там на вершине дерева где-то болтаются причем когда они это делают по этим веткам там прыгают у них массы тела нету вообще законы сила тяжести них не действуют и они вот там резвятся такой вариант передвижения на двух ногах с поднятыми ручками из-за слишком большой специализации руки предполагался как возможное для наших предков для перехода к прямохождению что дескать наши предки были специализированными вот такими древолазателями с этими кривыми пальцами с тонкими ручками и уже не могли ходить на четвереньках а поэтому стали на две ноги однако же поле антропологи это опровергает ну то есть это можно было предполагать пока у нас не было нормальных данных и более того какой там жен дюба вообще был сторонником гиббоноидные гипотезы происхождения человека что дескать гиббоны максимально похожи на нашего предка но предки на гиббонов стало быть и вот мы из какого-то там гигантского гиббона появились но собственно он даже пятикантр посчитал чуть ли там не гигантским гиббоном но это оказалось ерундой потому что после жен дюба нашли австралопитеков там ранних австралопитеков поздних австралопитеков ранних хома и ничего гиббонского у них нету у нас есть например идеальной сохранности кисть ардипитека из африки древностью четыре с половиной миллиона лет и там никаких вот этих вот древолазательных там супер специализации не имеется еще у более древних проконсулов тоже кисть известная в нескольких версиях и она везде ладониходящая как у макаки самая такая базовая примитивная версия и у нас такая же в общем-то ладониходящая и сохранилась гиббон сильно специализировался но поэтому мы стали на две ноги совсем не так как гиббон ну и гиббон то он бегает на двух ногах но вынуждена и старается этого тоже очень-то не делать другое дело что он и по веткам так может бегать если такая ветка на дереве где ручками зацепиться наверху особо не за что внизу все-таки ветка есть он может по ней бежать вполне себе на двух ногах в московском зоопарке жил гиббон например на озере ну и там над озером была протянута веревка с одной стороны какой-то домик с другой домик и вот он по этой веревке бегал то на двух ногах то руками цепляясь там и так и эдак развлекался по полной программе очень классно это выглядело но потом гиббон видимо помер я так понимаю куда он там делся сейчас в этом нету но было прикольно я думаю кинт видео можно найти а вот эта супер специализация гровозу не у гиббонов достигает состояние быстрой брахиации брахиация это термин описывающий как бы обозначающий вернее передвижение по деревьям с помощью только рук ну брахис это плечо вот ну как бы рукопередвижение короче говоря если так литературно переводить и ноги при этом могут не задействоваться вообще он кстати стопа то у гиббонов тоже такая сильно вытянутая узкая прямо такая прикольная очень цепкая но то есть она заменяет руку вполне но руки это главное и так если пофантазировать в некотором будущем гиббоны наверно могут превратиться в каких-то таких существ у которых будут только руки и не будет ног какой-то старой компьютерной игре что такое было кстати говоря прикольная но вот но это будет потом а сейчас как бы ножки им все-таки еще нужны но ручками передвигаются вот и передвигаются так здорово как я уже говорил впечатление что у них сила тяжести во первых не работает а во вторых то что они двигаются со скоростью ну фактически летящие птицы ну то есть если параллельная будет лететь птичка то гиббон быстрее может оказаться вот ну там может там не сокол сапсан какой-нибудь дали там не стриж а очень попроще типа там птицы носорога который со скрипом с таким хорошо слышно летит но гиббон оказывается быстрее ну кстати вот сама по себе эту суперспособность наводит на мысль что может быть были какие-то очень крутые конкуренты или очень крутые хищники но к сожалению древесная фауна вообще плохо сохраняется и гиббонов ты скопаем их там раз в общался известны потом в основном зубы изолированная но вот но может быть что такое прикольное было бог его знает а может просто им так нравится и в силу вот это своей чудесной жизни на вершинах деревьев у гиббонов замечательнейшая социальная структура тоже крайне познавательное показательно поскольку гиббоны из всех современных человекообразных самые спокойные самые мирные существа им хорошо конкурентов у них нету они довольно большие чтобы там маленьким хищником противостоять да и там каким-то этим конкурентом белкам я не знаю кому такому они очень быстры конечно там летучая мышь или птица быстрее долетит но гиббон тоже очень-то не слабенький и другими гиббонами они могут опять же общаться просто с помощью голоса это такой оригинальный вариант ну вообще многие приматы голосом общаются ноги вову гиббонов это доведено до совершенства у некоторых гиббонов для этого даже есть специальные горловые мешки рекордсмен в этом отношении конечно же сиаманг он же симфо банк у которого ну сиаманг симфо банк симфо банк это у него пальцем срастаются но вот ну не все но частично а как бы сам это главное фишка что у него здоровенный горловый мешок и он может орать со страшной силой там какие-то сумасшедшие децибел выдает ну как какой-нибудь там луча на повороте фактически даже больше и когда гиббоны собираются семьей на вершине сухого дерева оттуда поют показывают насколько это их территория как говорят очевидцы иногда даже не видно где собственно лес то есть какие-то там эти рисовые чеки до горизонта день там вот им до китая до индонезии и не видно деревьев а слышно как к такой гул прибоя это гиббоны орут в лесу и вот насколько их слышно но столько моя территория ноут я крикнул да вот где меня слышно это моё ну и соседи не суются соседи тоже орут то есть получается что вот они там на каком-то расстоянии там поют между собой чем они кстати не орут именно что поют мелодика какая-то есть чем это все семьей происходит на семейном подряде и соседями они из этого не пересекаются практически никогда поэтому нету смысла в появлении каких-то брутальностей на лице какого-нибудь огромного на брови гребни каких-то хохлов хохолочки не бывают прикольные такие но чисто прикольные там гривы какой-нибудь там колоколов сумасшедших хотя какие у них не такие прямые короткие не такие узенькие тоненькие но по оди морфизм не какущий и внешне мордочка маленькая вот эти кулаки они да не таких прямо маленькие но внешне то это не видно никак это вот прямо если совсем доконать этого гиббона там зубы скажи конечно будет а так в принципе он тихенький мирненький сидит у себя на дереве поет пытается плодами он сам все не хищный и у него нету надобности демонстрировать свою брутальность поэтому ежели вдруг кто-то из слушателей окажется в каком-нибудь там таиланде на каких-то островах в индонезии то с очень большой вероятностью потащат в какой-нибудь заповедник там типа остров гиббонов остров чтобы они не свалили собственно эти гиббоны там живут просто на вольном выпасе ничем от посетителей не отгорожены там никаких решеток сеток ничего такого и организаторы они в принципе на все забивают но они точно знают что с посетителями скорее всего ничего не будет и гиббоны им там голову не оторвут вот если бы это было шимпанзе где-нибудь в танзании там три забора сеткой там чувак с винтовкой на всякий случай рядом стоит и ближе к шимпанзе нельзя потому что она просто убить может она злобная тварь а гиббон не будет вот то есть гиббона конечно можно доконать что он тоже покусает зубы то у него есть он стилище у него неимоверное он себя бросает на 6 метров руками с дерева на дерево но ему нету надобности и он такой жизнерадостный я думаю многие видели в интернете к их видюшечки идея какой там развеселый гиббон прикалывается с тигрятами какими-нибудь там хватает их за хвосты и трепли за шкирку там за уши и все такое ну и тигр даром шоу кошка специализированная да на охоте на всякое там ловкое животное тем не менее не способен никак ничего сделать то есть он там ну пошел научить там как правило тигренок все-таки не взрослый тигр но тем не менее он там что-то вял разворачивается гиббон успевает три раза там обернуться и свалить уже куда-то нам вдаль ну и те же самые видюшки там вот я там с тиграми на про самое красивое а там и другие есть когда они там вокруг людей бегают там и так далее и даже когда их там на веревочку привязывают им так как не особо мешает так что гиббоны добры это хорошо то есть это такой вариант очень хитрый древесной а специализации приведшие своеобразным образ жизни и между прочим к эволюционному успеху потому что гиббонов на данный момент порядка 10 видов по-разному их выделяют некоторые выделяют то как под вид то как отдельный вид то как даже отдельный рот ну то есть никто не сомневается что какой не всем okay это прямо сто процентов отдельный вид с большой большой вероятностью отдельный рот большинство его все-таки там сам ангар отдельно рода я иногда я даже его в подрост а другие они друг от друга крайне трудноотличимы ну к тому же у этих самого гиббонов отбор на окраску и размер тела такой весьма слабенький то есть это так называемый дестабилизирующий отбор поскольку если вы живете на вершине дерева и на вас нету ни конкурентов не хищников вообще становится уже без разницы какого размера ну вам чтобы не упали с этого дерева да там чтобы она не сломалась под вами и какого цвета поэтому гиббоны бывают и черные и белые и рыжие там персиковые у некоторых видов половой диморфизм конечно выражается том что самцы почернее а самки порыже или там побелее ну прямо надо прям конкретно белое вот но у некоторых видов там разброс значений какой-то широчайший вплоть до таких сочетаний когда спина светлее живота вообще для животных это крайне нетипично обычно все-таки живот беленькие спинка темненькая ну чтобы типа там сверху хищник не увидел снизу хищник не увидел на фоне него неба вот а гиббоном так можно потому что ну увидит его там этот хищник какой там леопард и чё леопард до него не доберется сверху там каких-то рвов тоже таких уже грандиозных нету чтобы заклевать можно быть любого цвета хоть пятнышко хоть полосочку но прям чтобы совсем какой-то там экзотически пятнистый такого тоже не возникает особо потому что это должны быть сложные настройки генетические чтобы они возникли вообще что-то нафиг никому не надо ну и половой отбор тоже толком ничего не регулирует поскольку они живут семьями и как бы половой отбор хорошо работает при большой плотности изобилии выбора а тут нет вот самка самец да они друг другу как бы семья поэтому какая разница какого цвета вот какой есть такой хороший и гиббоны эволюционировали в таком режиме буквально последние там пару миллионов лет то есть как я вот чего и начал когда как про них говорить это совсем совсем недавняя история и происходящее сейчас немало степени гиббоны изолированы за счет рек речных долин ну скажем в эндокитае весь этот китай вдоль разделен брахмапутрой меконгом и салуином они там такими хитрыми петлями текут между гор по горам джунгли джунглях эти самые гиббоны но те гиббоны которые на одном берегу они никогда не могут перебраться на другой берег ну а истоки этих рек где-то там чуть не в гималаях сильно сильно на севере и как бы обойти это где-то там по горам ну практически нереально то есть ну когда-то видимо и обошли там где-то в китае еще до в индии даже васами и собственно по этим долинам так вот север на юг видимо расселялись но потому что силы на север бог его знает но по факту как бы расселились и в итоге возникло три такие линии которые надо выделяются как отдельные три рода от собственно галбатис в центре лук это которые самые западные уже ближе к индии и на маску с которой наоборот самые восточные уже вот к морю ближе там где-то вьетнам где вот ну плюс еще и сиаманг который на юге живет вот на суматре и на малаке ну и кстати само по себе примечательно что есть виды которые живут и на островах и на материке или на нескольких островах он тот же сиаманг да малакские суматранские иногда их там формально выделяют разные подвиды вообще они неразличимы если честно и их неразличимость при жесткой географической изоляции но между ними морские проливы показывают что они очень-очень недавно там появились на самом деле прям вообще недавно ну правда малакка суматры соединялись общем-то не так давно в ледниковое время но там понятное дело в индонезии ледника то не было и они просто пешком за вперед ходили сеть обезьяны но вот но все равно как никак там где-то сотни тысяч лет уже там по идее они более-менее изолировано живут и между всеми этими видами кроме может сиамангов возможны гибриды что замечательно и хотя вот их иногда даже в три рода выделяют в четыре даже рода если сиамангов считать тем не менее гибриды есть вообще гибридизация узконосых обезьян это такая прекрасная тема и среди макак есть между видовые гибриды и среди тонкотелых обезьян есть между видовые гибриды и среди гиббонов тоже есть но а если их из-за родове считать даже межродовые что совсем прикольно и это лишний раз показывает недавнесть этого происхождения а если это недавнее происхождение значит это вид образования строго говоря идет и сейчас но это вот иногда задается вопросом а чего это обезьяны не превращаются в людей вот они прямо сейчас данным прям конкретный момент и когда вот я записываю это видео когда вы его смотрите обезьяны его что-то там превращаются в этой самой индонезии на островочках но только превращаются они все-таки не так быстро ну для этого нужны поколения и превращаются они конечно не в человека потому что они превращаются в гиббонов и от исходника до гиббона гораздо дальше чем от исходника до нас по многим многим параметрам у нас мозги а у них ручки с пальцами длинные ловки и скорость передвижения мужичок как-то невероятно работает человек так не сообразит просто передвигаться там по веткам прыгать правда у гиббонов тоже не всегда здорово получается на низ дерева падают до четверти гиббонов с переломами рук и ног дико живущих вот в природе насколько все убилось но тем не менее и вид образования идет то есть это успешная группа и получается что это самая успешная группа человекообразных остальные вымирают орангутан один вид на два выделяю разделяют но все равно один горилла один вид надо опять же на 2 разделяют иногда и не на 2 но это же фигня стерлингтан даже на 3 разделяют на фигня и плюс шимпанзе два вида да и человек один вид но это очень ни о чем гиббонов с десяток видов только таких хороших еще плюс там всяких сомнительных там неизвестно сколько вот плюс еще в недавнем прошлом ты их точно было больше поскольку сейчас гиббоны это животные вот таких как бы густых лесов индокитая индонезии а так то они могут и севернее жить просто севернее на территории китая какого-нибудь их хорошо поизвели а они там были и при раскопках гробницы бабушки циньшу хуанди ся тэйхоу ее звали или так и звали или гробниц так называется это вопрос к историкам и вот эта самая бабушка циньшу хуанди ся тэйхоу похоронена в шикарной гробнице там масса всего прикольного и в числе прочего там был обнаружен скелет гиббона и такого гиббона коего сейчас близко даже нету его даже писали как отдельный род джиндзи империалис что вообще прекрасно и он известен по одному образцу причем опубликован тоже так себе прямо скажем то есть опубликован только черепушка и нижняя челюсть там одна фотография единственная даже сбоку картинки нет но тем не менее это говорит о том что таких вариантов наверняка было намного намного больше но вот для бабушки циньшу хуанди поймали одну обезьянку в качестве прикола привезли и где-то у него там на веревочке жил потом помер ну видимо это была любимая зверюшка похоронили тоже в гробнице но в качестве прикола а где он жил как он жил ну то есть понятно где гробницы находится гиббон мог жить вообще не рядом совсем то есть привезти то могли за 3 9 миль там хоть с островов там откуда угодно бабушка циньшу хуанди на всякий случай ну а то можете местная к зверюшка была бог его знает но древесные животные имеют очень немного шансов к сохранению ископаемой летописи и ископаемых этих джун цзы неизвестно а как бы один-единственный скелетик остался и такой не очень здоровская сохранность на сказать а сколько таких исчезла без вообще хоть каких-то следов ископаемой летописи страшно подумать но но тем более на всяких китайских этих картинках очень модно было рисовать гиббончиков и некоторые из них как-то не очевидно какому виду относятся довольно много таких изображений но они все довольно штампованное там все таки все по канону изображалась но есть подозрение что там изображены какие-то исчезнувшие виды ну там понять что такая стерилизация там трудно что разобрать но наверняка были вот и даже при том что там скорее всего больше половины исчезла человекообразная сейчас это в основном гиббоны то есть мы склонны считать что мы человекообразные вообще-то это гиббоны главное человекообразные а мы последний вымирающий вид гоминид но кроме гиббонов в азии были и другие человекообразные но о них наверное стоит сказать немножечко отдельно